Так, все, друзья, выехал за пределы территории колхоза, сейчас мою руки, документы я получил, все нормально, вес у меня сошелся по нолям, все четко, документы отправил, сейчас мою руки и еду на завод по пути, по пути еще надо будет заправиться, надеюсь, вчера я просто подзатравился, а сегодня, по идее, задую полный бак и уже мне будет на душе спокойнее, твои руки и ем. Так, ну что, друзья мои, что, ребятки, круг проехал, короче, недалеко я отъехал от выгрузки и сейчас иду скуштую перча с травы, надо хотя бы раз в день, в два, что-то себе первое позволять, как раз попал нормальное время, что работает и хочу купить омывайку, надеюсь, тут найду, если не найду, где-то стадом дальше. Поэтому обуваемся и идем. Так, ну я подобедал, можно так сказать, подзавтракал, как раз меня Леша догнал, короче, перекинули мы ему шланг, у меня было два шланга, просто перед нашим приездом в сканию, в бочку, которая со сканией попало две шланги, поэтому мы перебрасывали, делали переброс, чтобы у Леши была тоже шланга. Короче, сейчас подожду, он перекусит и мы вдвоем заедем на заправку, так как на заправку скидывали мне на карту, короче, надо нам обоим на заправку заезжать, как-то так. У меня хотя бы бак побольше, я сейчас подзадуюсь и мне хватит на дольше, а Лехе надо заправляться каждый день, практически. Так, все, подкрепились, едем дальше, едем дальше, заправляемся, грузимся и в новый рейс. Ну а вы, друзья, не забывайте, конечно, про активность, я каждый раз вам в этом напоминаю, говорю, мало ли, забудете, комментарий, лайк, подписка, все остается так, как и было. С меня новые интересные видео, а с вас активность на канале, без этого никак. Так, друзья, мы потихоньку приближаемся к загрузке, главное, уже выехали на хорошую дорогу. Погода, погода что-то сильно хмурится, прям, 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 либо к дождю, мне кажется, к хорошему, к дождю, либо к снегу, что-то одно из двух, но не хотелось бы ни одного, ни другого, честно говоря. До места загрузки, до завода нам еще 45 километров где-то осталось, ну, это ерунда, это немного. Заезжаем, заправляемся, едем, грузимся, и едем каждый по своим точкам. Вот так вот. Дорога хорошая, можно хоть на скамейке немножко добавить. А то едешь 30, 40, 60, 30, 40, 60, и все. Ну, друзья, только я сказал, что что-то хмурится, либо на дождь, либо на снег, ливень пошел. Хороший такой дождик идет. Не хотелось бы, конечно, по дождю грузиться, совсем не хотелось бы. Может, волной пройдет, да и все. Буду надеяться на это. Так, друзья мои, ну, все, выехал я за пределы территории завода, загрузился и посмотрел по карте, куда мне ехать. Сегодня мне ехать по другому маршруту, завтра опять по третьему. Короче, будем удобрять села Хмельницкой, Тарнопельской и Ривненской областей нашей ныненьки Украины. В общем, ехать мне 265 километров, как показывает навигатор. Сейчас Лешу дождусь и нам, короче, большую часть пути ехать вместе, потом 100 километров мне ехать еще самому. Ну, короче, ладно, сейчас друю руки и выдвигаемся. Так, ну что, друзья, остановился я, заправился, короче, остановился, сейчас встал, сходил, взял еще трошки воды, не сдержался, взял немного сладостей. Ну, так, чуть-чуть. И сейчас подожду Лешу все-таки, он немножко отстал, подожду Лешу и все-таки нам 150 километров, 160 ехать вместе, а там уже соточку, 110 я докачу сам. Все вроде бы на месте. Так, ну все, ребятки, вроде бы настроилось, наладилось, дождался я Лешу, Леша сзади на аварийке стоит. Выезжаем, едем дальше, 250 километров мне до выгрузки. Приеду, чувствую, очень-очень поздно. В любом случае, выгрузка у меня будет утром. Так, ну, друзья мои, доехал я до Староконстантиново, все вроде бы в норме, остановился, что-то спина у меня очень жестко болит. Пойду, скажу, возьму кофейка на Вуговской заправке, чтобы немного взбодриться. Еще мне сотку надо допить, проехать 100 километров. И тогда я буду на месте своей выгрузки. Все светится, все в порядке. Иду, беру кофе и буду ехать дальше. Так, так, ребятки, взял я мега-мега-мега-мега латте. Сейчас, хорошо в Скане есть подстаканники, у меня в Мане нету. Надо будет себе сделать, припаять. Удобная штука. Короче, сажусь и еду. У меня сейчас 99 километров, если прям быть точным. Но место назначения. Короче, сотка. Как говорится, в добрый путь. Так, друзья мои, проезжаю город Хмельницкий. Вот, с его выезжаю. Даже знак. Попал в кадр. В общем, молодец. На дальнем лучше видно, понимаю. Проехал я по Хмельницкому и до Хмельницка. И хочу вам сказать, по сравнению с Ровненской областью, там про Закарпатье я вообще молчу, Хмельницким, Хмельницкой областью, Хмельницком, Одесса по подъемам нервных курьев в стороне. Это я уже понял. Я думал по маршруту на Одессу, по дороге на Одессу, подъемы и спуски такие серьезные. Ну, ни хрена подобного, друзья. Вот здесь, вот реально, подъемы и спуски охренеть просто какие. Затяжные. И причем, обязательно внизу, если спуск идет, или подъем, там спуск, значит, будет закругление внизу, там речи плавнее. Но оно будет в любом случае. Я думаю, кто из Западной Украины, кто по Западной Украине часто катается, они прекрасно понимают, о чем я. Ладно, еду дальше. Мне до места вырузки еще 60 километров. Так, ребятки. Еду до вырузки, у меня 40 километров. Короче, я же не местный. Куда ведет навигатор, туда и еду. Короче, уменьшенная копия дороги, по которой я ехал, так сказать. Дорога сама по себе сейчас началась нормальная. Была полатанная просто. Еду, кругом дома, частный сектор, села, 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 села. Подъемы, спуски, такие извилистые причем. Еду, надеюсь, скоро приеду. Людей, главное, не попугать. Реально, просто через села еду. Ну, хоть дорога более-менее. Дорожки узковатые у них тут. Ладно, скорее бы приехать уже, да и все. Блин, каждый поворот прошел один, спуск. Поворот, другой, спуск. Подъем. Капец. Вот, смотрите, тут вообще, блин. В ямку заехал, с ямки выехал. Это просто труба. Это просто труба. Жесть, жесть, жесть. Давай, 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 малыха, давай, давай, давай. Скамеечка. Посмотрите, это просто. И теперь в гору поднимаешься. Как будто. Я охренею. Серпантины прям. Все 480 кабы узко не задействованы. На такие, блин, дороги. Опа. Наконец-то хорошая дорога началась. Кто и уже волноваться начал. Еще и в гору. Вообще хорошо. Ладно, не буду вас мучить. Буду сам потихоньку страдать и ехать. Состояние дороги такое, по которой я еду. У нас такая с подъемами и со спусками. Серьезная дорога. Цена практически вся такая. Как все так. Вот, мужики, ко всему, в принципе, я готов был. Но только не к такому количеству бешеному подъемов и спусков. Ну, це просто жесть. Це просто жесть. Да такие подъемы, блядь, такие спуски, что это словами не передать. Я не представляю. Я просто охренел бы. Тут зимой вообще нереально, наверное, пробраться. Я сейчас на такой подъем забирался. Короче, метров пятьсот. А, сейчас этот чуть не меньше. Это просто, блин, жесть. Я не знаю. Скания, такие подъемы, он, ну, не то, что с трудом, но, блин, тяжело. И вот я тапку в пол нажал, у меня 25 тонн. Еле-еле она... Ну, вы посмотрите на этот подъем. И вверху еще и дорога такая сказочная. Вообще супер. В такой жопе мира я еще не бывал, честно скажу. За всю свою водительскую карьеру, водительский стаж на фурах в такую жопу мира я не забирался еще. Завтра еще у местных спрошу, это самая лучшая дорога у них или самая худшая. Мне просто интересно. Но мне вроде как советовали по этой ехать, потому что другая короче. А та, что короче, мы же знаем, какая она, да? Самая обалденная. Ну, лучше это я уже не знаю, куда. Мне просто вечностью дорога эта кажется. Просто вечностью. Я не знаю. Мне ночью стрёмно ехать по Ее. А этот... Потому что не знаешь просто насколько градусов будет следующий подъем или спуск. Тут без ретарды и нормальных тормозов вообще ни хрен делать. Вот реально. А лучше вообще ничего тут не делать. Это просто капец. кусочек Европы. Кусочек нормального асфальта. И начинается жопа снова. Ну, такая. Небольшая. Нормально. Терпимо. Мы уже проходили и хуже. Ой, жесть. Скорее бы уже доехать далеко спать. Хоть чуть-чуть поспать. Уже, блин, время мне поспать долго не получится. Ладно. Наверное, увидимся уже утром, друзья. Чтобы вы понимали, я не могу ехать больше 30-40 км в час. Просто нереально. Местами я ехал 20. Ну, из-за качества дороги. А спуск один такой был. Да не один. Это тот, что мне просто запомнился. Был такой спуск, что у меня фары на фонари на крыше, которые в козырьке светили просто почти мне, блин, под колеса. Тупо вниз. сейчас он спуск, гляньте. Снова. А из-за бочки еще качает, раскачивает. Я вообще, просто в шоке. Просто в шоке. У меня нету слов. так глубоко я еще не забирался. Естественно, подолбленная дорога внизу. Что скорость никак не наберешь, не сохранишь. Тут в ямках все. и, конечно же, подъем. Куда ж без его родима. Мне аж с Канью жалко. И вот по такой дороге подниматься. просто песня. Еще подъемы были плюцкие. Тут такие подъемы, как будто я в горы заезжаю. для начинающих полезно будет посмотреть. Вот в такую жопу мира вы можете тоже попасть. Заедете, так что готовьтесь к тяжелым трудовым будням. Мне-то как бы, ну, я просто удивляюсь, насколько все прям, прям-прям. Но в похожих ситуациях приходилось мне бывать и довольно часто. Поэтому я, как бы, более-менее спокойно к этому отношусь, как к данности. И все. Но у вас да, это просто жесть. Вас это тоже может поджидать в любой момент в этой профессии. так ты погляди. Все. Все тупо все в подъемах, спусках и с такими дорогами. 20 км в час. Ладно. Уже рука болит снимать. Давайте до утра. Надеюсь. Так. Доброе утро. Время начало восьмого. Вот я стою. Короче, встать даже толком нигде было. зеленый забор зеленый забор. Буду надеяться это то место, куда мне надо. Сейчас обойду машину, умоюсь и буду звонить, узнавать куда конкретно мне нужно. так. Хорошие новости, друзья. Вот как раз вот та контора, вот эта вот контора, то место, куда мне надо слить касс. поэтому завожу, качаю воздух. Еще их там рабочий день не начался, но я думаю меня пустят на территорию. Когда все придут на работу или приедут, я уже буду на месте. Точно. Отлично. Хотя бы в этом мне повезло. Приехал практически прям чуть-чуть-чуть-чуть. Так. Тут уже выключены. Тут еще дрожки осталось. Так. отца полно. Так. Разгрузился я наконец-то. холодина что-то на улице вообще. Сейчас буду выбираться. Сейчас я подню вам сниму дорогу прекрасную. Пять направлений и все заезды одинаковые. Я думал, что есть хорошая дорога, но ее нету. Сейчас посмотрим, насколько все печально подню. документы получил. Тару взвесили. Сейчас документы отправлю и буду выбираться. Вроде как сказали, что есть направление получше, поэтому сейчас будем пробовать. .